АТФ в версии Тайквондо занимаются дети в первой детско-юношеской спортивной школе города Экибастуза. Достижений у юных спортсменов немало. В марте месяце прошел чемпионат Центральной Азии, на котором выступали наши воспитанники. И показали достойные результаты. Получается, у нас с города Экибастуза три спортсмена заняли второе место и пять человек заняли третье место. Чемпионат Центральной Азии проходил в городе Ташкент, Узбекистан. Также у нас после чемпионата Азии у нас прошел чемпионат РК среди юниоров молодежи, который был отборочным на чемпионат мира. Чемпионат мира пройдет в августе месяце с 18 по 26 августа этого года. Пойдет в Казахстане впервые в городе Астана. В Астану на чемпионат мира защищать честь Казахстана поедут пять спортсменов. Это Алина Самбуева, Айлин Ахметова, Алина Шакилова, Максим Бедин и Рафаэль Чичуян. Я пришла в спорт в восьмилетнем возрасте. В этом году я заканчиваю школу, планирую продолжать спортивную карьеру. Занимаюсь тейквондо, мой главный спорт. И еще ММА начал заниматься. Попробовать себя в ММА. Мне 14 лет, занимаюсь 7 лет. В спорт меня привел папа. И мне сразу понравилось. И дальше я стала развиваться, ездить на турниры. Начинала заниматься в Алма-Ате первые три года. Потом тренер посоветовал перейти к Азамату Габалатовичу. Здесь мне тоже все понравилось. И хорошо, что больше людей, спарринг-партнеров. Поэтому я стала еще больше расти и развиваться. Все эти ребята – неоднократные чемпионы страны и мира. За плечами участие во многих республиканских и международных турнирах. Причем выступают дети, по словам родителей, всегда достойно. Дети наши все молодцы. Занимают постоянно какие-то призовые места. То есть любые соревнования, турниры, какого бы уровня ни были, наши дети постоянно на пьедестале. Это, конечно, огромное спасибо нашему тренеру Азамату Габалатовичу. Также очень большую поддержку и помощь нам оказывает ДЮС США-1, куда относятся наши дети. Также Ассоциация боевых искусств, Управление культуры и спорта, спортивный клуб Берли города Павлодара. Поэтому хотелось бы еще обратиться к нашим меценатам, чтобы просто поддержка детей была какая-то финансовая.